Моя родина в Сибири необъятна, велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так и ягодыка. Так, здравствуйте, друзья. Заканчивается сентябрь, есть повод поговорить. Как мы будем говорить о наболевшем? Значит, меня постоянно задают, часто задают именно такой вопрос. Как часто надо садить деревья? Какой густотой? Многие любят, чтобы было строго по линейке, еще умудряются выкопать саженец, пересадить его в линейку, потому что он где-то ас, как это называется. Он, допустим, нарушает симметрию. И вот я вам показываю крайний случай. На данный момент одни из самых высоких деревьев выбрал вот эти вот абрикосы. Итак, жардель. Ей 24 года. Она хуже себя чувствует. Видите, сухие ветки? Это с Херсонской области. Вот. Это Артем, это Дальний Восток. Это бывший академик, который внезапно одичал плоды. Вместо 90-100 грамм стали 30-граммовые, редко 40. Но я не обижаюсь. Он сохранил в себе именно вот это. Качество измельчания плодов. Зато один из рекордсменов до 30 ведер дает. Жардель до 40, а один год еще и больше было. Вот такие крайности. И вот когда это два молодых гиганта, и так, этому где-то 25-26 лет. А вот этому 22-26 года. Это 24 года. И они встомкнулись кроны. Ну, теперь гадайте. Посмотрите, что получается. Жардель. Солнце сейчас 3 часа. Солнце уже на западе. Вон оно. Смотрим на тень. Очень удобная позиция. Вот. И мы видим, что считаем расстояние между ними. Сейчас поймете, в чем вся за ковырка. Как надо использовать получше. Считаю шагами. Метр. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь метров. Итак. Если вы вырастите такие абрикосы, казалось бы, тогда надо сразу возникать вопрос. Да. Вон еще один. У них тоже кроны замкнулись. А этот красавчик, это преемник патриарха. Помните? Сен-Манджурца, в скобках, преемник патриарха. Вот. Тоже кроны замкнулись. Давайте считать расстояние между ними. Тут было семь метров. Вот. Ну, до этого где-то я уже вижу. Здесь пять. Здесь шесть. Еще раз. Здесь пять. Здесь шесть. Сейчас. Они не мешают друг другу. Считаем. Теперь вот это. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь метров. Теперь вы скажете, ничего себе. Десять на десять это уже сотка. Получается, до сотки можно было бы посадить не более. Трех-четырех деревьев. Жалко. А почему же, Элизово, у тебя вот тут у вас между ними деревья, конечно, уступают. Ну, тоже достаточно мощная, высокорослая. Если бы с них уже часть листы не упала, вы бы видели, вы их вообще красивы. Абрикос Амур в середине. Усурийская дикая груша. Из другого края. Мой красавец. Самый сладкий мажорский абрикос. Вот. Это за номером два. Так вот. А уже не сладкий. Он уже... Вон тот, вон там абрикос, перенял пальму первую. Он слаще оказался. Ну, каждого года свой лидер. Так вот. Что же нам делать? Как садить? А почему здесь так густо? А потому что есть такое понятие, как нет ничего более постоянного, чем временного. Видите? Вот он взял. Вот этот. Видите? Упала косточка. Вот отсюда вот. От жердели. Вот от этого. И... Вот он вырос. Я его нищего сюда не садил. Он просто взял ее и не стал трогать. Раз. Это сеянец. А вот эти привитые. Один, второй, третий. Погуще. Но ведь вы скажете, боже мой, ведь уже средний, по крайней мере, обречен. Ведь они же растут бешеными темпами. Смотрите, какие приросты. Сюда смотрите. Здесь полтора метра приросты. А здесь до двух метров приросты. Ведь когда-то кто-то будет лишний. Тогда я к железу говорю. Когда-то будет лишний. А пока... Вы знаете, что вот это вот, который в самой селедке, это и есть тот самый Петр Великий, с плодами до 150 грамм. Вот. И тогда я его использую как? Как ма-точник. Вот. Когда-то еще... Эта груша не повезла. Она уже под кроны и начинает болеть. И дала всего одну грушу. А эти еще пока солнца хватает. Видите, вот оно солнце. Вот они облиты солнцем хотя бы полдня. И тогда получается приросты хорошее. Прекрасные, я бы сказал, здоровые ветки. Вот. Я на них сюда смотрю так. Вот здесь отрежу. Вот эти толстые тоже умею поливать. Раз, два, три, четыре. Штук пять, шесть пойдет. На середине ветки пойдет на прививку. А верхнюю полуднюю я, которая родилась в середине лета, я отрезаю. Хотя они, казалось бы, достаточно еще мощные для прививки. Но это уже технология. Другой вопрос. А пока что мы имеем? Матышное дерево. Еще несколько лет оно послужит матышным деревом. Потом его соседи. Вот этот и вот этот. Скорее всего задушат. А может он их задушит. То есть, смотрите. Пока условия равны. Так. Все эти ветки возьмут для насекатора и буду резать на заготовку черенков. Для Сергея и для вас, друзья. Вот. То есть, если бы я сразу... Вы уже поняли, Алексей Николаевич? Если бы я сразу вот так вот делал, то не напасешь я никакой земли. Видите? Ведь, а посмотрите, вся земля еще в середине дня, а уже полностью темью закрыта. А тот вообще там. Вот этот вот. Мой абрикос. Артем, посмотрите, какую площадь. Ведь, казалось бы, где находится плодопитомник? Смотрите, где. Ё-моё. И вот это вот чудо вот это вот. Вон аж докуда. Тенью закрыл. Видите? Вожа куда. Вот это да. Так вот. Такую роскошь я позволить не мог. Итак. Сажаю. Видите, посадка на холвах. Холм. 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 Значит, я уже выкопал здесь. Сюда завез землю. Попарил тележек и посадил однолетние сваженцы на бугорки. Как они растут? С 3-4 года мощно пошли. Пока жердел ему не мешает. Вот. А потом посмотрим. То есть, уже приносят доход. Да, доход. В качестве черенковной прививки. И мне, и Сергею. Вот. Это часть системы. Часть технологии. Вырастить матышный сад. Вот он такой есть. А почему там ещё гуще попадаются? Где-то в один метр попадаются. Я вам уже показывал. Такие абрикосы. Между ними. Да потому что там бывший питомник был. Этот бывший питомник так рос, 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 что пока я продавал саженцы, один год, два, иногда и трёхлеткие, правда уже редко. Вот. Мы с Сергеем не любим продавать рослые саженцы. Они часто гибнут. Это где-то в питомниках 50-летние. 12-летние продают по 40-50 тысяч. А мы трёхлеткие уничтожаем. Компинчик. 2-летние. В отчасти.